всем привет дорогие друзья с вами владимир ударнов и сегодня у нас будет обзор на евгения рябченко просили в комментариях да я и сам давно хотел вот поэтому как бы да будет сегодня обзор а перед этим я конечно же зачитаю комментарии под предыдущем видео отвечу на них постараюсь как обычно побыстрее это сделать вот и мы перейдем непосредственно к обзору евгения рябчика и так за видос был алекс грант и мыльные вставки смотрим комментарии грейсон нектюрмен джазовый барабанщик сейчас играет сепультуре понятно жизнь наклоним в обратную сторону понятно есть понятно ура драмер номер два после джориса на котором вырос у меня до сих пор мечта переиграть in the air arms of понятно нет ни одного драм-кавера чтобы было как в оригинале знаю что ты не любишь много акцентов по спешкам чайным и т.д. но лично для меня это самый кайф и как по мне все его вставки идеально сочетаются с другими инструментами включая вокал спасибо за обзор еще не смотрел но уже респект даже если будет хоть мне самому очень нравится партии диспайсет айкон на самом деле они очень наполненные такие и много там украшательств всяких мне нравится по крайней мере то что я слышал на альбомах я сам пытался что-то поиграть из из дисплейсет айка но честно говоря такие сложные партии вот даже не пони скорости а в плане просто запихнуть все это вот ну очень сложно короче я откровенно говоря не не вывез короче я так не могу сыграть возможно если посидеть позадрачиваться понятное дело что что-то примерно получится но сложно сложно будь у в рябчика из flash god apocalypse также поставки на педалях хотя не настолько высокие но он и без них играл раньше прекрасно руками там вообще великолепно значит по поводу этого комментария я открою переписку в инстаграме нашу с евгением я спросил у него что это такое что дает он там подробно ответил я не вникал но вам зачитаю покажу вот и кому интересно собственно в той части где будет обзор я самого начала сейчас про это подниму разговор дегтерная ну видимо мыло дыру такой вопрос реально ли реально ли правше прокачать левую руку прям до уровня правой или левая всегда будет немного слабее я думаю что разница между правой и левой рукой она очень индивидуально во первых то есть у всех прям очень разная разница и во вторых я мне кажется что у людей точнее не так людей у которых правая и левая прям одинаково все делают ну и таких людей просто нет это мое личное мнение мне кажется что все равно всегда руки будут отличаться в каком-то случае сильно отличаться в каком-то случае слабо отличаться вот для примера допустим у меня правая рука на данный момент она более выносливая и быстро чем левая но когда-то допустим года два-три назад было наоборот у меня левая была выносливее но не быстрее правой вот так вот да то есть выносливость и скорость у меня со временем пропали в левой руке хуже стали так сказать по сравнению с правой при том что я бы не сказал что именно правая подросла по технике нет скорее правая осталась такая же по технике а вот левая упала по технике вот может быть это связано с тем что я получил травму и чуть меньше занимаюсь но почему-то правая рука при этом не потеряла свои кондиции а левая потеряла свои кондиции то есть выходит что для того чтобы мне левую под правую подогнать сейчас мне нужно гораздо больше заниматься намного больше заниматься чтобы чуть-чуть там сместить вот эти бы пьемы в сторону правой руки вот я этого не делаю потому что это бессмысленно у меня и так все прекрасно с техникой на мой взгляд и нет смысла там задрачиваться по три часа в день чтобы левая чуть-чуть быстрее играла и дошла до правой в конце концов я правой могу сыграть все что не могу сыграть левой вот поэтому как то так то есть вот такое вот мое мнение можно левую или правую подтянуть до правой или левой но одинаково мне кажется никогда не будет вот в дыр корчиков я никогда не понимал диспайсит айков никогда не понимал технику игры алекса это реально тупая колхозная дрочка теперь понятно по кому учился женя новиков простите ним из них уже не новиков папа расслабленнее гораздо играет этого самого алекса вот хотя тоже есть моментами какие-то зажимы блин не музыкальная сверх ускоренная не звучащие говно но это такое очень вкус это вкусовщина это вкусовщина кому-то нравится кому-то не нравится это нормально это вот реально надо просто с этой мыслью свыкнуться не понимаю музыку выше 260 270 bpm зачем и для кого я хз ну если честно я тоже считаю что всякая была сбитая музыка она хорошо звучит там вот в темпах ну там 250 грубо говоря им и медленнее вот все что быстрее она уже чаще всего начинает сумбурно звучать и ну как бы смысла нету после 200 до 60 270 там уже это ускорение она не столь значительно но занимает гораздо больше энергии вот от все что там в 300 bpm играется но это вообще как бы блять но тут опять таки все зависит от ситуации в некоторых каких-то наверное песнях некоторых каких-то моментах это может быть в тему но зачастую как бы это скорость ради скорости зачастую вот но не всегда но опять таки любители есть и у такой музыки да тот же arch spire слушают люди там скорости пиздец вот мне вот вообще не нравится а кто кому-то нравится кто-то кайфует бля прикольным быстро кому-то для кого-то вот скорость в музыке это вот критерии там крутости или чего-то еще такого я тоже когда-то такой хуйней страдал сейчас уже как бы сейчас уже как бы нет сейчас наоборот хочется играть помедленнее поразборчивее и чтобы это прежде всего звучало качева там грулого как-то вот я уже говорил неоднократно что вот мы даже с гитаристом в антитезис мы вообще планируем попробовать замедлить нашему зло конкретно и играть гораздо медленнее но с большей энергией и больше отдавать предпочтение каким-то гру вам прикольным но чтобы было сбиты при этом тоже были что ну это как бы квинтэссенция антитезиса вот попробовать хотим такую тему высокие пятки помогают хилтой пробовал накидывать палки под доминатор реально другие ощущения но это не панацея но прикольно я кстати говоря тоже пробовал на какую-то педаль приклеивать туда эту палку я у эрика маротти увидел эту тему тут барабанщик который с афикейшин играет сейчас он рассказывал что это пиздец как удобно прикольно и у меня по-моему на тот момент тоже был иллюминатор я попробовал так сделать я вообще не почувствовал никаких дополнительных ощущений интересных вот и собственно не стал так делать просто и все не понял в чем прикол значит ps но палка под 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 пяткой это немного другое нежели чем кусок мыла вот между футбордом и пяткой мне кажется там немного разное ну ладно неважно высокие пятки в так ps джазис мега развитый из прошлой серии ты бесишь всех до муха иди нахуй написал в комментарии кто досмотрел видео до конца до агарска не гениален нет ну ладно три всадника апокалипсиса суходрочка триггера боу и эго босс битинг ор до на туре эго босс битинг мыло дуру спасибо за контент имя слышал мне никогда раньше не интересовался как играет не особо люблю дэдкор 4430 выписывайте по промокоду онлайн консультация блять чб видос выключил на самом интересном месте кстати но блять простите у него очень много где задействованы предплечье если держать ближе к центру тяжелые палки то так очень удобно играть поскольку их инерции так не чувствуется если как если бы их держали ближе к краю чем ближе к краю держишь палочки тем больше палочка будет отгибать кисть при замахе лишнее движение но по поводу первого по поводу первого согласен да получается если ты играешь предплечьями то тебе реально ее удобнее в центре брать они с краю да потому что тебе отскок нахуй не нужен ты полностью все делаешь предплечьем в центре удобно брать короче то наверное больше этот комментарий больше касается наверное вот и игре от предплечье вот игре от предплечье от плеча если играть нормально то наоборот палочку удобнее брать дальше вот у тебя так таким образом для скоростной игры у тебя больше рычаг получается и допустим в моем случае вся пальцевая техника именно когда держу с краю палку или там где положено но она эффективнее работает нежели чем я ближе к центру беру вот хотя двойки по томам где отскок хуёвый наоборот хочется палочки чуть ближе к центру брать но не прям в центре а просто чуть ближе вот то есть интересные такие моментики есть проворода марка и типа 340 bpm будет обзор не знаю вряд ли он не супер известный чувак как мне кажется вот наконец-то видео выпустил ура давай жги прокачивай ораторское мастерство спасибо так нам необходим драм кавер на мвп для наглядности базаришь не будет кавера я так не сыграю скорее всего в чем прикол я могу сыграть как-то по-своему но точно так же я не сыграю скорее всего я не знаю я не пробовал я когда-то очень давно пробовал играть мвп я помню что там 2 5 м 240 но у меня тогда не очень получилось сейчас может быть что-то получится но блять мне честно рев падлу каверайте записывать а ты не хотел бы как же к попасть группу и турить по всему миру или ты не любишь всех этих движух я не люблю всех этих движух я домашний такой челик вот и как бы да вот это вот кататься там с концертами турить они очень много турят слотер ту привыкл они постоянно вот он буквально на месяц приехал домой уже опять в тур ему нравится мне бы такой не по мне понравилось мне что-то как-то нет что-то это не мое я люблю там в год отыграть несколько концертов наверно до пяти до шести концертов и все мне вот этого достаточно чтобы как сказать нужду вот эту в игре живьем удовлетворить так сказать больше мне не хочется я просто когда работа в оркестра в ковербентах ну я наигрался этих концертов мне никогда не нравились все эти концертные движухи вот и как бы сейчас не нравится поэтому я как-то к этому всему так спокойно отношусь вот я говорю опять шесть концертов в год мне будет достаточно чтобы вот эту потребность полностью закрыть пока что получается сколько концертов там три в прошлом году что ли было в этом году вот второй только будет скоро ну может еще какой-то будет хуй его знает вот главное не количество в главное качество концертов то есть чтобы это были какие-то прикольные концерты тематические там чтобы там пришел какой-то народ который тебя знает который ты там знаешь атмосфера вот это вот все и все такое короче говоря вот вот следующий концерт будет наверное самый крутой для антитезиса наверное там больше всего будет народу и это очень антуражный концерт насколько я понимаю я не могу сказать что это и кто это попросили ничего не говорить по что вся эта тема очень скрытая блять вот но я думаю исходя из того что я уже сказал я думаю те люди которые в теме они уже поняли что я имею ввиду а так как бы это загадка блять вот будет в августе 3 августа приходите так зачем препараты начал есть тебя же как пуфик раздула блять да я вообще-то никакие препараты не ем я натуральный натурал я более того вегетарианец или веган как их там кто кто не ест мясо и ничего из животного вот я вот этот вот вообще я вырос в деревне у меня просто батя коренастый вот и раздула меня от креатина с протеином вот и как бы я даже не знаю никаких названий этих метанов там всяких вот этих тренбаллонов я вообще ну я я абсолютно чистый натуральный натурал вегетарианец родом из деревни вырос на козьем молоке блять что вы такое что вы что вы что за клевета вообще что это такое и если серьезно то раздуло меня из того что я любитель пожрать сладкого я не могу остановиться жрать шоколад я очень люблю жрать шоколад вот и в целом я начал больше жрать потому что у меня такой масса набор целью меня набрать 100 плюс килограмм на масса наборе сейчас я вешу 89 почти 90 иногда в некоторые дни вот когда я доберусь до соточки в таком же качестве как я сейчас нахожусь то есть не сильно зале ну как сказать не сильно залитый тут у всех разные градации наверное короче с таким же процентом жира если я доберусь до 100 килограмм то да я уже там просушусь что-то скину там не знаю посмотрю до скольки до появления пресса пожалуй больше мне не надо вот и как бы все вот поэтому я такой раздутый в общем то ну и плюс 2 куба тестостерона но это хуйня это это ничего не дает генетика все решает препараты ничего не решают нет генетики и препараты не помогут тебе вот хоть блять хоть нахуй грамм блять кали этих препаратов похуй ничего не не будет короче говоря вот вон наконец-то алекс вован тебе на конкурс наружу розыгрыш носков делать носки мы делаем на скоростью силой красные носки с надписью был сбит должны быть только красный цвет дает скорость кто не знал моего дуру под пяткой он самострячивал как некий лайфхак мне кажется для упрощения игры хилтой он при таком положении как мы видим футборд поднимается гораздо выше чем обычно за счет чего при опускании пятки она не касается пола задумка очень я если честно не понимаю что это дает мне блять вообще и вот когда я играю двойки мне вообще вот ничего там не надо подкладывать задумка очень интересно и скорее всего несомненно дает какие-то необычные ощущения ну если она что-то дает этим ребятам блять дай бог как бы каждый дрочит как хочет все так при нажатии пяткой она не ударяется в пол на больших скоростях лечь и втапливать по полной но тут еще просто техники кто кто-то и без этого справляется ну я справляюсь он это поднял потому как хочет идти выше по отношению к томов ему расстановка томов прямо над бочкой он опускает их максимально низко и делает угол более прямым за счет этого отлет идет сильнее атомов и палочка нитит морду да не то что там положение атомов на отскок не влияют на направление от сколько да но не обязательно прям прямо ставить тома чтобы тебе в морду не залетела ну вот у меня вот так вот наклоненный тома блять ничего не прилетает в лицо все нормально просто неудобно играть вот так вот когда тома ровно стоят ну только если они не низко но все равно когда там а низ как до них приходится тянуться я просто так ставил тома вровень с малым низко и ровно ну бляти приходится наклоняться туда вперед чтобы Как бы сделать удар Понятное дело, что, наверное, длина рук Тут влияет, но То есть это не факт, что так вообще Хуй его знает Зачем так все сделано Ну, ему удобно, он играет и хуй с ним Как бы, что тут сказать У него получается Кстати, Женя Рябченко тоже так делает У него бы уточнить промыло В педалях, вот я уточнил Да, уже не точно можно узнать Короче, так лучше играть хилтой Я себе под пятки Доминатор вложил пару пау Действительно, другие ощущения, более приятные Да уж, мы его под педаль ставить Это, конечно, 300 IQ Удивительно, но у него эта хуйня Работает, лол Работает, да Как относитесь к Avengers 7 Fold И к их новому барабанщику Круксу Ваккерману Вряд ли его можно назвать Экстремальный барабанщик, но на скорости и технику У него хоть отбавляй По-моему, это какой-то, блядь Пауэр металл Или что-то такое Или трэш металл Я такой не слушаю Вот в чем прикол Я такой не слушаю Вот, что это было за скрип какой-то Странный Я такой не слушаю Поэтому ничего сказать Дайте мне какой-нибудь клип Десять лет назад Ну нет Не так же Четырнадцать лет назад Шестнадцать лет назад Да вы издеваетесь, блядь Субтитры сделал DimaTorzok Не, я такого не слушаю Не знаю Если бы мы знали, что это Мы не знаем, что это Поэтому и барабанщика я не слышал Возьмите интервью у Алекса Это Что это вообще за херня С педалей у него Их теперь всех Очень смущает слово Russian В названии канала Ой Когда эта вся хуйня закончится Так, ладно С комментариями разобрались Совсем разобрались Давайте смотреть теперь На Евгения Рябчика А, перед тем Как смотреть По поводу мыла, блядь Под педалями Вот что мне написал Женя Я его спросил Для чего это И вот он мне Написал для чего Так точно Нет, у меня такая же Как у него По крайней мере сейчас Раньше по другому делу Более Диайно С палочкой Как у Эрика Маротти Для двоек Из-за того, что Футборд выше Больше дистанции От пятки до пола Когда вертикально вниз Топаешь Прогибаешь пятку ниже Пальцы тянутся выше И это дает Больше свободы Для движения футборта Вверх И колотушки Для того, чтобы увеличить Колебания Второго удара двойки Мне так однозначно Легче Когда я играю без этого Хилблока То пальцы на него Слишком сильно Прижимают Футборд И в итоге Второй удар Двойки Восправился С маленькой Амплитудой Вот в общем-то В чем И суть Ну Хуй его знает Может быть Есть смысл Как-то еще Попробовать Когда-то Мне Хотя зачем Да Вот я 280 играю Но мне как бы Быстрее И не надо играть Хилтой И без всяких Там вот таких Вот Нюансов У меня Это получается Только единственный момент Что я так только Дома играю Потому что у меня Дома все отстроено Как мне удобно На концертах Я вообще не практикую Двойки Кстати говоря Вот Потому что Это довольно-таки Рискованно Вот Двойки Все-таки Очень сильно Капризная Техника Вот эти Хилтойные Двойки Они очень сильно Зависят От настроек Там От Блять Педали От бочки И вот Что-то чуть-чуть Не так Блин Можно вообще Такую кашу Там наиграть Что просто Пиздец Поэтому не рискую Никогда И В своем Узле Которое Я собираюсь Играть вживую Я вообще Двойки не вставляю Все на одиночных Вот И все Точно так же Одиночными Играю И На концертах Вот За 23 минуты Разобрались Комментариев Не очень много Но И на том Спасибо Значит Давайте будем смотреть На Евгения Евгения Рапченко Значит На мой взгляд Ну Я постоянно Смотрю его видосы На самом деле На мой взгляд Это Очень Техничный Один Наверное Из самых Техничных Барабанщиков На данный момент Играет Вообще Все А вот Кстати У него Тут есть На канале Информация Что он Украине Нианборн Рашян Хон Как это переводится Уроженец Украины Русский Венгерский В настоящее время Проживающий В Вене В Австрии Преподаватель Исполнитель Барабан Барабанг 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 Ну Короче Понятно Украина Русско Венгерский Барабанщик Блядь Ладно Что я хотел сказать Короче Женя Играет Вообще Блядь Все Все Что Все Что только угодно Все Что можно сыграть Все Женя Играет По-моему Для него Вообще Нету Никакой Проблемы Чтобы сыграть Любую Вообще Хуйню Я сейчас Говорю про Экстремальный Метал Я никогда Не видел Чтобы он Играл Какой-нибудь Джаст Фанк Или что-то Такое Но вот Именно С экстремальным Металом У него Все Более Чем Отлично Охуительно Он владеет Всякими Техниками В ногах Он и Хилтой Ебашит И одиночки На давлении Он тоже Там В каких-то Ебанутых Скоростях Одной ногой Все были сбиты Пока в Бельфигоре Играл Вообще Одной ногой Играл Все были сбиты В темпе Там 240 250 260 Наверное Даже были Это конечно Какой-то Блядь Вообще Пиздец Уровень На самом деле Вот Руками Тоже он играет В любых Скоростях По-моему У него Одинаковая Техника В руках Такая С небольшими Своими Какими-то Особенностями Но Тем не менее Короче говоря Тем не менее Ему Удается Все это Играть Давайте Смотреть Давайте Какие-то Моменты Оценивать И прочее 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 Женя Говорил Как-то В чате Что он Свои видосы Как-то там Короче Подредактирует Я не знаю Степени Этих Редактирований Честно говоря Но Считаю Что нужно Быть честными И сразу же Упомянуть Этот нюанс В принципе Ничего Плохого Нет В том Чтобы Редактировать Свои видосы Что-то там Подправлять Если это Какие-то Небольшие Редактирования На уровне Там Замены Хуевого Звука На более Хороший Звук Ну если Там прям Совсем Пиздец Иногда Я знаю То что Бывает Такое Что Какой-то Микрофон Вообще Не записал Какой-то Барабан И приходится Вручную Туда Набивать Допустим Что-то По поводу Там Выравнивает Он Или Не Выравнивает Я К сожалению Никогда Не обращал На это Внимание Не слышал Тоже Не знаю В общем Степень Того Как он Редактирует Я Не знаю Но мы Будем Смотреть Сейчас Разные Видосы И Может Где-то Я Что-то Замечу Где-то Увижу И Я Об Этому Скажу Но Так Из всего Того Что Я Смотрел Я Честно Говоря Не Не знаю Где Он Что Редактирует Но Сейчас Будем Смотреть Более Подробно Тем Не Менее Я Абсолютно На 100% Уверен Что Женя Играет Охуительно Иначе Он Не Играл В Таких Группах Как Бельфи Гор У него На странице Это Собственно Написано Где Он Играл Спасибо Где Он Там Играл Flash Год А Это Он Сейчас Играет А Где Он До Этого Играл Тут Не Написано Короче Много Где Блин Играл И Ну Если Б Хуево Играл Он Б Там Не Играл Короче Говоря Ладно Смотрим Смотрим И Оцениваем Виолейшен Пожалуй Самая Известная Песня Flash Год Апокалипс Апокалипсис 4К Это Слишком 2К У меня Монитор 2К 3К Точнее И Видео Пусть 3К Будет Я Б** Ваилейшен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТОМОН 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, сразу же на что обращаем внимание. На... Ой, что так можно было? Нихуя себе. Первый раз вижу. Значит, малый барабан сильно отклонен от него. Я помню тоже раньше так играл в какой-то момент. И, по-моему, даже я же не говорил, что так пуш-пул лучше, короче. Короче, играется. Хотя сейчас я так не делаю, потому что я сейчас сижу гораздо ниже, чем раньше я сидел. И мне уже просто неудобно так ставить. Малый барабан стало. То есть я его, наоборот, сейчас ставлю повыше и наклоняю на себя. Вот, потому что сам сижу ниже. Вот. А стало мне неудобно высоко сидеть, потому что у меня поясница начала напрягаться. А как только я сел пониже и угол в коленях у меня близкий к ровному стал, да? Или как он там называется? Да, ровный угол. 90 градусов. Нагрузка с поясницы сразу же спала. Даже двойки уже можно играть без такого напряжения, как раньше это было, когда я прям, ну, высоко сидел. Ну, вот. Соответственно, положение малого барабана поменялось. Я не знаю, по-моему, примерно в тот же момент, вот, плюс-минус, Женя тоже вот так вот начал ставить малый барабан от себя. Вот. Не знаю, связано ли это с тем, насчет чего мы с ним разговаривали, насчет пуш-пола. И того, что я ему тогда сказал. Или нет. Может быть, это просто совпадение. Хуй его знает, короче говоря. В общем, такое расположение малого барабана имеет место быть в некоторых постановках, в некоторых случаях. Это реально удобно, когда он так находится. По нему и удобно играть все быстро. И также можно еще и ремшоты раздавать, да? Потому что, ну, удобно, блядь, у тебя прям вот так вот по амплитуде твоей палки малый барабан, все, короче, четко ложится. Вот. Но при этом малый барабан нужно ставить довольно-таки низко. Вот что, если он будет высоко так ставить, это будет неудобно. То есть, низкая постановка, обод на себя. Да, можно так, можно так делать. Что еще тут, можно сказать, по звуку я пока не понял. Звук такой какой-то полуконцертный, полумикрофонный, не очень понятно. Вот. Но вроде как, кроме триггеров на бочке, я не слышу пока что сэмплов. Сейчас послушаем еще повнимательнее. А, ну вот у него эти штуки. У него не мыло, у него прям какие-то специальные эти самые, как это называется, подъемники специальные, но высота, по-моему, примерно такая же. Значит, из интересного техника его левой руки. И там дальше мы будем смотреть видосы, будет вид спереди и будет еще очевиднее. Вот, у него как бы такое вот движение присутствует в руке. Говорить так удобно. Хотя кажется, что, визуально кажется, что там динамика, типа, тата, 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 вот такая вот, короче, визуально так кажется. Но, по факту этого не слышно, либо, опять же таки, как-то все редактируется так, чтобы это было не слышно. Хуй его знает, короче говоря. Вот интересная особенность. Хотя, вроде бы как, он играет там чисто пальцами даже и не кистью. То есть, по сути, я не очень понимаю, зачем это движение нужно. То есть, да, в долгих каких-то блазбитах он это делает, в коротких кусках он просто пальцами там играет. Ну, сидит он достаточно высоко, судя по тому, вот как у него ноги наклонены, да? То есть, высокая постановка. Тоже наклоняется, когда хилтой играет. Но там, блядь, без этого наклона, хуй ты что сыграешь, потому что надо давить сильно в педаль. Очень сложная песня, кстати говоря. Там нужно быть пиздец каким выносливым в плане этих блазбитов. Вот, я пытался ее разбирать, но мне потом что-то так дико впадло становилось. Ну, блядь, заебисто просто играть. Вот она вся вот такая вот на блазбитах. Хоть я и люблю блазбиты, но почему-то вот с этой песней у меня никак вот не получилось синхронизироваться. Короче, она сложная. Правая рука тоже играет пальцами, при этом особо никак не двигает предплечьем. Вот, локти он в стороны задирает. Да, то есть, вот так вот как бы немного. Тоже ничего криминального в этом нет. Перл Мастерс. Это он всегда в одном и том же куске в райд чуть-чуть косячит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя говорит, что у него что-то с бицепсом. Что-то в зале микротравму получил, кстати говоря. Хуевая тема. Ну, это так, если кому-то интересно, что это такое. Относится ли это к игре как-то? Нет, это из-за травмы. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тяжело вот эти уже моменты даются. Блазбит начинает чуть-чуть разваливаться. Ну, кстати, может быть, на малом барабане тут какой-то сэмпл подмешан, потому что динамика прям одинаковая везде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой суховатый звук довольно-таки низкий у малого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, тоже у него как какая-то это... Какая-то накрутка на палке, вот, чтобы не скользили тоже пальцы. Но у него не термоусадка, как у меня, у меня... У него, по-моему, от ракетки вот этот вот тейп. Или какая-то специальная барабанная хуйня уже, я не знаю. Женя же там, это, эндорсер кучи всякой хуйни. Может быть, и этот эндорсер какой-то намотки на палке. Вот. Кстати говоря, блядь, я вообще без этой намотки не представляю, как играть, когда руки особенно потные, а тебе надо там пальцами, пушпулами всё вот это играть. Ну, типа, крайне неудобно, на самом деле. Ну, вот. Поэтому, если у кого-то проблемы со скоростной игрой, и палки скользят, не ебите мозги. Вот, как бы, что-то наматываете туда, что-то используете, потому что, ну, блядь. Это проблема, на самом деле. Это проблема, когда палки скользят. Вот. Вот у меня с термоусадкой вообще они не скользят, вообще охуенно. Даже если руки потные, всё равно ничего не скользит, всё равно всё всегда охуенно в руке держится. Вот. Прям заебись. Мне вот нравится термоусадку. Хуячить на палке. Ну, вот, как-то так, короче говоря. Как-то так. Дальше смотрим. Женя тоже делает эти реакции на видосы. Вот я тоже думаю замутить такую же тему. Но всё, каждый раз забываю проанонсировать это как-то в начале видоса. И сегодня забыл, конечно же, поэтому. Поэтому смотрим просто дальше. Так, это тоже лайв, да? Ну вот, Витал Ремейнс ещё играл. Евгений Рябченко. Нихуя себе, блядь. А. 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 Опа, чё за лаги? Здесь мы слышим всеми известный, всеми любимый Инфернал. Инферно Витал Ремейнс Крисиум, блядь, Бласт. Да, когда у нас восьмые в руке и триоли в ногах. Либо же триоли в руке и шестнадцатые в ногах. Ну, там разные вариации есть. Блядь, что происходит? Серьёзно, с интернетом проблема? Ну, вот прям когда я обзор начал делать. Серьёзно, блядь. Вот три часа я сидел в интернете. Всё было прекрасно. Ничего не лагало. Да, и сейчас ты мне скажешь, что хуйня интернет. Блядь, спасибо. Да нет, нормально всё. Да что тебе туда надо, тварь? В ютуб типа лагают просто. Давай перезагрузим. Вот здесь мне кажется, какие-то обработки были сделаны с томами. Ну, как-то они это слишком хорошо звучат. Точнее, не хорошо, а читаемо. Субтитры сделал DimaTorzok Тут две вариации вот как раз этого Инферно Буаста. Триольный, тривольный малый с шестнадцатым в ногах и наоборот. Восьмой малый с тривольными в ногах, блядь. Кстати, Vital Remains, кажется, что вроде долбёжка-долбёжка, но тоже, сука, блядь, сложно играть. Я как-то пробовал разбирать тоже, что там какой-то трек. Такое, блин. Что-то есть там в такое вот прям неудобное вот в этих песнях во всех. Смены темпов вот эти. Бласты вот эти. Инферно. Vital Remains, соски, блядь. Такое оно всё какое-то неудобное, блядь. Локоть, локоть как задирает. Да вообще, в принципе, триольные босс биты. Эта тема неблагодарная, блядь, сложная играть, сука. Корректор А.Кулакова Эта тема неблагодарная. Эта тема неблагодарная, блядь. Эта тоже своя! В Angрадской артин gefragtно. Играет музыка Походу да Интересно, у него когда-нибудь Когда он машет головой с длинными волосами Когда-нибудь получалось так, что Палочка Ну знаете, палочки, у них заусенцы вот эти бывают На краях, короче, когда долго играешь Палочкой Как-нибудь попадалось так, что, короче, у него волос туда застрял В палочку Когда он мотал башкой, короче И, типа, он не мог Отклеить быстро, короче Что в такой момент надо делать, блядь Интересно Знаешь, типа Берешь Другую палочку, а это просто висит на волосах Короче говоря Ну вот Опасно получается немного Мотать башкой Всегда есть шанс, что волосы попадут в заусенцы палочки И палочка так и будет там висеть, блядь Интересно Какого-нибудь было так? Ну ладно, понятно Один ракурс, хочется какой-нибудь еще ракурс Мишуга Fear Factory Warna Shore Но студийные, я не вижу смысла, честно говоря, смотреть Там и так понятно, что все хорошо Ну вот это можно посмотреть Потому что я эту песню Играл О, вот Drum is from Hell Еще есть версия The Violation Тоже интересно звук послушать Насколько большая разница Блядь, мне могут сейчас этот видос заблокировать Кстати говоря Мне, собственно, и заблокировали этот видос на ютубе И я вот сейчас включил и думаю Блядь За эту секунду могут заблокировать Не будем смотреть Не хочу я, чтобы мне видос блокировали Заебали уже с этими блокировками Кому-то блокируют, кому-то, блядь, нет Че за хуйня Ну вот здесь говнянский звук И понятно, что ничего не за Не заредакчено Блядь, как будто Те же самые барабаны Малые Так же, как у него Думаю, что-то вот этот том так натянут высоко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, что он пальцами какие-то такие движения делает Иногда вот Я замечаю Ну, в общем-то, плюс-минус то же самое Плюс-минус то же самое Но я хочу, блядь, чё-нибудь Какую-нибудь лайв еще Давайте декапитейтед что ли Лайв посмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чё тут сказать? Всё очень хорошо звучит на самом деле Не хочется ни до чего доебываться Вообще, этот обзор, наверное, будет довольно-таки короткий И положительный Потому что... Ну, блядь Как бы... Ну, вот так вот Так, чё ещё? Чё ещё? Ну, вот так вот... Пофон-нет... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо реально на полном серьезе они ищут барабанщиков, которые чтобы только одиночными играли, никаких двоек, ничего такого, обычными техниками обязательно, никаких там пушпулов, хилтоев, ничего такого, вот просто чтобы когда барабанщик с ними играл, он мог все выгребсти обычными техниками. Я не знаю с чем это связано, возможно им попадались какие-то барабанщики, которые хреново играют своими необычными техниками, возможно это какая-то идейная тема, но это просто вот такой вот странный факт. Вот, а еще у них очень странная тема, я помню, что они... Когда Женя у них играл в Вильфигоре, они объявили, что они ищут другого барабанщика. А я спросил у Жени, типа, а что не так, типа, с тобой, ты ж вроде, ну, типа, хорошо играешь, нахуя им другой барабанщик. А он сказал, что он вообще не в теме, то что они ищут другого барабанщика и, типа, сам увидел случайно, короче. Ну, это, насколько я помню, передаю разговор. Вот, и типа, у них вообще странная какая-то политика по поводу барабанщиков. Вот они зачем-то их меняют, раз в какое-то время хуй его знает зачем. Возможно, там, конечно, ну, возможно, в чем-то есть смысл в таком поведении, хотя это, конечно, странно. Ну, типа, не так уж много, по большому-то счету, экстремальных барабанщиков, которые могут выгребсти Бильфигор и охуенно играть все эти партии. Я бы не сказал, допустим, то, что барабанщик, который сейчас у Бильфигора, этот Кшиштоф, он лучше играет Жени. Мне кажется, нихуя не лучше. Мне кажется, Женя лучше играет Кшиштофа. Вот, нахуя они его сменили на Кшиштофа, абсолютно непонятно. Вот, что то, что другое в Европе, хуй его знает, короче. Это очень странная, очень странная тема. Но вот так вот, вот так вот бывает. Возможно, это какая-то шоу-бизнесовская там тема. Вот, возможно, еще что-то. У них долгое время играл этот Джованнович, Мартин Джованнович. Не знаю тоже, почему он оттуда ушел в итоге. Тоже он хорошо играл, выгребал. Я слышал вживую, замечательно он там все делал, все играл. Короче, чуваки, на своей какой-то немного волне. Вот, конечно, мы не знаем всех подробностей. Вот, но, мне кажется, там что-то типа как у Слепкнота тоже. Что там, бизнес-бизнес, какие-то циклы. Кого-то увольняют, какие-то доли там меняют. Тра-та-та, тру-ту-ту. И, по сути, там в Слепкноте два-три человека главные, остальные как бы сосионщики на добром слове. Вот. Ну, это так, грубо говоря. Вообще, странная тема. Пишите, если знаете, в чем прикол, пишите в комментариях. Я, кстати, смотрю, левый хай-хэт используется только на бластах, блядь. На хаммер-бластах. Все биты, всю хуйню Женя не играет. Даже на левом хэйте. Вот, в основном на правом играет. Особо не парится. Ну, в открытой постановке один хуй удобнее играть. Это факт просто. Вот, поэтому да. Для каких-то случаев действительно удобно держать с правой стороны хэт. Вот у меня тоже с правой стороны хэт есть. Но я на нем играю... Ну, редко я на нем играю. В основном я на нем играю, когда у меня сканк-бит. И сканк-биты очень удобно играть в перекрестном захвате. Просто пиздец, как неудобно. Вот. И поэтому я играю в правый хай-хэт сканк-биты. Вот. Или если там... Ситуация позволяет. Вообще левой рукой в хай-хэт я играю, а в левой хай-хэт. Вот. Но так далеко не всегда получается. Бывают сложные сканк-биты, и приходится право играть в правый хай-хэт. Вообще ненавижу сканк-биты. Но я думаю, вы и так об этом знаете. Я рассказывал. Не раз рассказывал об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь, кстати, слышно вот эту разность в ударах на моем барабане. Вот из-за его вот этой вот техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, короче, всё чётко. Чё тут ещё сказать? Всё чётко. Конечно, песни в 270 слышно, что тяжелее даются. А вот всё, что 250, 240, 260, это вообще изи. Изи пизи, всё нормально. Изи пизи, всё нормально. Всё получается. Всё вообще по кайфу. Звучит и прочее. Так, давай, популярные видосы посмотрим. Ещё, ещё лайвы, лайвы. Лайвы. Лайвы из... Лайв из... Хочется ещё на бегемот чё-нибудь посмотреть. Женя, кстати говоря, кавера всё делает. По-моему, он один в один снимает. Ну, или пытается один в один всё снять. Я лично не очень так люблю. Но если нравится, то почему бы нет. Офеш год, такие наряды, блядь. Вот всегда кажется, что сейчас будет какой-то пиратский металл, блядь. И как пираты, блядь, которые только... Как мёртвые пираты, которые вылезли только что с затонувшего корабля. Вот мне почему-то такие ассоциации всегда. Но нет, мы слышим блазбитый... Два микрофона видим на малом барабане, блядь, зачем-то. Интересно. Два с двух сторон, причём, по-моему, одинаковые микрофоны. На одинаковом расстоянии, блядь. Зачем? Интересно. Помню ещё Женя, короче, рассказывал. О, у него тут палки, что ли, какие-то под педалями? Походу, да. Да, вот здесь уже, видимо, начались эксперименты с двойками. И палки под футбордом. Короче, Женя рассказывал такую тему. То, что из-за его экстремальной настройки педали, а у него довольно-таки экстремальная настройка. Насколько я помню, максимум натянутые пружины. Очень маленькое расстояние от бочки до колотушки. Вот. Короче, ему очень неудобно играть всякие медленные партии. Ну, медленные, всё, что медленнее двухсот, короче говоря. Вот. Но, наоборот, очень удобно играть быстрые, короче. Он говорил, что мучительно играть, по-моему, вот эту вот песню No, которая в начале. Или, наоборот, у них The Violation в начале. А потом, типа, No. Короче, подряд идут песни, где вот эти мучительные переходы в темпах, короче говоря. И, типа, не кайф вообще. Приходится там чуть ли не всей ногой топить. Вот. Это вот к разговору про настройки педалей и разные скоростя, разные настройки для разных скоростей, да. То есть, нет таких настроек, при которых удобно играть в любых вообще темпах и всё, что угодно, да. То есть, да, есть какое-то окно, где удобно и какие-то места, где неудобно вообще играть. Вот. Даже у таких профессиональных барабанщиков, как Женя Рябченко. 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 Также стоит обратить внимание, что Женя еще успевает там головой покрутить, что-то там улыбнуться, что-то там палки поднять, все такое сделать, блядь, я не представляю, ну типа, это же, это очень сложно на самом деле, я вот сейчас пытаюсь научиться врываться, пока играю босты, и блядь, это такая, ну это сложно, блядь, сука, это сложно, это отдельный прям скилл, уметь врываться, пока ты играешь на барабанах какие-то экстремальные партии, потому что когда ты простые играешь партии, там оно само собой может получиться, а вот когда ты играешь всякие бласбитые бочки, блядь, там тяжело врываться, честно говоря, а особенно учитывая, что ребята турят, и постоянно в заебе они высыпаются, и вся вот эта вот концертная рутина, я вообще не понимаю, откуда они берут энергию, чтобы врываться на концертах, блядь, я после долгие дороги, даже после того, как переночую в удобной гостинице, я все равно на следующий день разбитый, и мне вообще впадают что-то делать, блядь, вот я не знаю, как так вообще к этому можно привыкнуть, как-то вообще вот это вот, что это, как это делается, блядь, я вот не представляю, и я считаю, это пиздец, какая сложная работа, гастролировать, турить, хотя я сам совсем чуть-чуть только хапанул этой темы, вот, ну у меня что там было, по-моему, там что-то три концерта подряд максимум, там с оркестром каким-нибудь, и блядь, это так заебисто, это ты вот едешь, вот это, каждый день едешь на этом автобусе куда-то, каждый день расставляешь эту ёбаную аппаратуру, блядь, каждый день вот это вот ходишь, слоняешься туда-сюда, блядь, честно, каторга. Ну ладно, здесь, по-моему, вся песня вот такая, вот. Despacid Icon MVP, кстати говоря, нихуя себе, кто-то заканчивал. Ну звук такой, что непонятно, что там, блядь, происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Надписи. Прикольный. Рок-концерт. Ебать, у него тут всяких наклеек. Блядь, десять лет назад, я тогда только, блядь, только, блядь, нахуй чё-то научился играть вообще. Женя уже ебашил во всю. Рок-концерт. Рок-концерт. Все сбивки снял один в один. Рок-концерт. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно. Давайте еще какой-нибудь лайф поищем. Лайф какой-нибудь еще поищем. По релевантности, по часу. Давайте по часу просмотр. Какой-нибудь лайф хочу еще. А тут какой-нибудь звук интересный. Эти томаты глухо прям звучат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Блять, так ненавижу я эти сбивки, когда слишком часто, когда слишком часто надо переходить. Мне прям не нравится. И они чаще всего вот у всех звучат немного состраданиями какими-то звучат. Ну, потому что, блядь, так быстро руку перекидывать туда-сюда, невозможно без ущерба для звука, для ровности. Поэтому немного состраданием всегда. Это, блядь, звучит реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот есть то, что физиологично играется и нормально может звучать. Но в экстремальном металле довольно-таки часто вот есть всякие нефизиологично играющиеся вещи, да? То есть слишком быстрые вещи или слишком быстрые какие-то перебрасывания туда-сюда. Или что-то просто неудобное. Это, блядь, отдельное спасибо, надо сказать, ёбаным гитаристам, которые сочиняют партии, которые, да, звучат прикольно, но поскольку они гитаристы, они не понимают, что, блядь, не всё это можно сыграть, блядь, ну, чтобы оно звучало точно так же и чтобы было удобно, блядь, при этом ещё играть. И чтобы на концерте можно было так сыграть, да? Потому что на концертах зачастую бывает такое, что всё стоит далеко не так же, как на репбазе и вообще как-то наперекосяк. И вот там вот все вот эти вот нефизиологичные вещи, которые тяжело очень на самом деле играть, они вот вскрываются, вот, и косячат там многие, блядь, не потому что не умеют играть или плохо тренировались, а просто потому что, ну, есть вещи, которые ты тренируй, не тренируй, они, блядь, неестественны для организма и для игры, блядь, на барабанах целых. И там получается всякая хуйня на самом деле, вот. За это вот спасибо гитаристам всяким, которые пишут партии, вот, и задирают планку уже до сверхфизиологических каких-то вещей, вот. Не, есть, конечно, уникальные барабанщики такие, вот, как раз-таки Женя Рябчика, которые всю эту хуйню выгребают, в принципе, да, и играют и на концертах, и на репетициях, там, и вживую, вот. И практически все звучит довольно-таки хорошо, вот. Но в целом, как бы, в целом большинство, большинству это недоступно. Недоступно. Это надо быть очень талантливым чуваком. Вот. Как-то так. Много переходов здесь, кстати, вот в этом отрезке между шестнадцатыми, быстрыми бочками, медленными бочками, шестнадцатыми, тривольными, вот. И все довольно-таки звучит хорошо. Но, опять-таки, держим в голове, что Женя сам признавался, что он что-то редактирует, и здесь почка триггерная. Я не знаю. Я не знаю, насколько тут все чисто. Не знаю. Степень редактирования не интересовался, насколько большая. Можно поинтересоваться. На вертеле, пиздец. Наверное, все-таки. Здесь ничего не редактировано, потому что есть микро-косячки. Я слышу в конце босс-битов, в конце бочек съезжание. Вот это небольшое, присущее живой игре, кстати говоря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, я вот в этот кусок верю. Ладно, в общем, сколько там уже, час двадцать, уже хватит, наверное. Хватит, наверное, уже. И заключительные слова, и, конечно же, коронное слово, и все такое. В общем, хорошо играет Женя. Как я и сказал, один из самых техничных и честных в плане исполнения барабанщиков на данный момент в мире вообще, да? Лютые скоростя вывозит, лютые там всякие партии, блин. Запоминает все один в один, ну, или близко к тому, или очень близко к тому, что там на альбомах записано. Внимательно не слушался, но так кажется, что как будто он один в один все хуярит, все сбивки. Вот. Я вот, допустим, так не люблю делать, мне нравится своего добавить. В каждое произведение, которое я снимаю там или каверю, я всегда добавляю что-то свое. Это принципиальный момент, мне нравится. Иначе я не особо вижу смысла вообще все это делать, если не добавлять своего. Но тут каждому свое, как говорится, кому-то нравится просто снимать. Вот Женя просто снимает один в один, запоминает все это, я так не люблю. Вот. Но слушать прикольно все равно все это. Вот. Что-то он редактирует, что он редактирует, я конкретно не знаю, степени редактирования я не знаю. Но из всего того, что я видел, складывается впечатление, что все он играет охуенно, все ровно, все чисто. Да, есть моменты какие-то, где там что-то по мелочи не выгребает, слышно, что натужно как бы там что-то идет. Но это как бы совершенно нормально, ничего в этом такого нет. Вот. То есть никто не играет идеально всегда, блядь, на концертах, потому что, опять же таки, есть очень много всяких нюансов. Вот. Это можно сравнить с спортом профессиональным, да. Спортсмены никогда не находятся прям стабильно на пике своей формы, там, да. А у них есть время отдыха, есть время, когда там травмы какие-то, есть еще что-то. Точно так же с экстремальными барабанами очень тяжело находиться всегда на пике формы. Я вот, допустим, не на пике своей формы сейчас. Я когда-то раньше, там, полосбитый играл быстрее, как бы, да, и все такое. Сейчас я только правая в хороших кондициях, а левая такая, типа, ну, блядь, ладно, там, что-нибудь поиграю, короче говоря. Вот. Ну, то есть это нормально, это жизнь и все такое. Вот. Я на концертах не идеально играю, тоже бывают какие-то косяки. Но у меня чаще всего косяки связаны не с тем, что я не выгребаю что-то, я чаще всего все выгребаю. Просто у меня бывают косяки, что я просто что-то задумался, где-то какой-то кусок проебал или съехал там что-то, начал другое немного играть. Но я как бы быстро возвращаюсь там в это самое, в как его, в нужное русло, короче говоря. Вот. И все нормально, короче говоря, становится. Вот. То есть связано не с выгребанием, а скорее просто с затупливанием. Вот. В общем-то, вот такой вот обзор, в целом положительное мнение. Вот. Разобрали всякие нюансики, посмотрели на все, да, интересные истории какие-то порассказывали. Все. Пишите слово заусенец в комментариях, кто досмотрел до конца это видео. Вот. Вообще оставляйте побольше своих комментариев. Можете даже на какие-то вообще другие вопросы оставлять комментарии по поводу барабанов. Может быть что-то еще. Любые, в общем-то, комментарии оставляйте. Но только без всяких политических, пожалуйста. На политические комментарии я не буду отвечать. А если особо ебанутый будет комментатор, я буду даже блокировать. Вот. Потому что канал у меня про барабаны. Вот. И здесь обсуждаются в основном барабаны. Ну и можем обсудить стероиды еще немножечко. Хотя лучше давайте про барабаны, короче говоря. Все. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Пишите заусенец, кто досмотрел. И всем пока.